МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Группа была ребят, каскадёров. У них там главный Антон. Ну, очень интересный дядька, ребята. Они у нас много делали трюков. Они же байкеры были. И вообще танкисты, где же байкеры? Они же там в конце, значит, ДТП делали, танками, значит, автобус вытаскивали с железнодорожного полотна. Ну, в общем, много там чего настрогали. Но в целом, конечно, это очень смелые, мужественные люди. Всегда они работали с охотой, всегда у них были какие-то идеи. Особенно это в конце, когда он врезался на полном ходу, этот джип в автобус, переворачивался, он летел там метров 50. Вообще было страшно, непонятно, жив он, мёртв. Там он в конце, значит, все бросились к этой машине, он рукой, значит, всё, ребята, я нормально, всё, всё в порядке. По маршруту зачётного упражнения, по левому проходу в минно-взоренном заграждении, вперёд, вперёд! Танки как падали там в ямы, тоже отдельная история. Вот стоит танк, потом начинает съезжать, пятится, и вдруг, значит, он падает в отвесное, и, значит, ствол прям вот так вот торчит. Это тоже всё. И нормальные люди все, эти танкисты, в общем, не знаю, у нас мужественные люди. Военные разрешили, они же, как сказать, они же не рассчитывали на то, что он упадёт, да? Не рассчитывали. Поэтому всё, что случалось, оно случалось неожиданно. Ударился он сильно, этот танкист, там, вылез, в общем, походил, потряс головой, всё, вроде нормально. Сколько раз они пытались, значит, есть у танков, есть такой приём вождения, когда, ну, вы, видимо, уже смотрели, когда, значит, на трамплину заезжает и, значит, прыгает, да, прыгающие танки. У нас тоже это предполагался кадр такой. У него, поскольку шли всё время непрерывные проливные дожди, значит, поле, на котором он должен был разгоняться, а ему нужно, чтобы разогнаться, 400 метров, чтобы он взлетел. И налипало на гусеницы столько грязи, там просто грязь чудовищная, она с глиной вся, она настолько вязкая, что он не мог набрать скорость. Ну, шли на риск. Для них это вот был, я так понимаю, сейчас необходимый момент в жизни, то есть вот испытать эти ощущения. То есть их никто не гнал, не заставлял, они сами туда, значит, стремились. В общем, пока то, что у нас там было, всё это они делали, и это им удавалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова